Аккумуляторный код. Рассказ. Инженер Сергиков всегда что-то изобретал. На то он был инженер. И вот на склоне лет, ему было уже 67 лет, он решил, что энергию можно пополнять. Но поскольку он биологическое существо, то естественно источник пополнения энергии должен быть тоже биологический. То есть должно быть согласование одной, отдающей биологической системы, с другой, принимающей системой его организма. И сам того не замечая, он увидел, что такая система уже давно действует и существует в его собственном доме. Его кот Васька и был тем аккумуляторным котом, который давал ему новую энергию, новые планы, новую радость, новые впечатления. Все оживало в этом человеке, который имел возраст все-таки не такой маленький, 67 лет. Это уже то, где нужно задуматься, как сменить парадигму. Но, оказывается, природа давно уже все продумала и просто людей, которые любят животных, наградила дополнительным источником энергии, биоэнергии и дополнительными годами радостной жизни. Так что все эти люди с собачками или имеющие кошечек, котов, все это люди, которые интуитивно тянулись и тянутся, они на наших глазах вот именно параллельно существуют, тянутся к настоящему, к живому. И они не выступают, как какие-то расчетливые потребители энергии от своих питомцев. Напротив, они думают, как бы сделать жизнь своего питомца хорошей, спокойной, радостной, веселой и даже с юмором. Вот такие мысли вдруг сегодня посетили нашего инженера Сергикова. Он был биоинженер, непростой. И как раз эта тема являлась его сокровенной. Очень многое просто мы не излагаем в наших трудах, научных трудах, статьях. Не задумываемся об этом. Это вроде как само собой. Но питомец это тот, который вам отдает и не только энергию. Он отдает свою любовь, преданность, уют. И те, кто имеют животных, они знают, что он заменяет и человека, который часто не может сочетаться с другим человеком. Зачем жить с таким ненужным человеком, если тот не подходит по миросозерцанию? А вот с питомцем одна радость. Вот такие простые истины излагал наш биоученый, биоинженер Сергиков. Итак, жизнь, она стремится быть интересной. И это закон. Если жизнь неинтересна, значит, что-то в этой жизни не так, и она подломится. Надо обязательно жизнь делать интересной. Причем не нарочито, там, посещая какие-то выставки, может быть, даже зоопарки. Да что угодно. Лишь бы только поглазеть, полупиться. Нет. Жизнь, она должна быть интересной изнутри. То есть, каждое событие должно освещаться радостным состоянием души. И вот эта радость есть то самое содержание, а не внешние какие-то впечатления от очередного посещения чего-либо. И даже поездка куда-то всегда связана с людьми поверхностными. Они хотят нахватать впечатлений мира и думают, что надолго их хватит. Не секрет, что и эти впечатления тоже составляют энергию, которая освежает человека. Недаром туризм существует и будет существовать. Но то, что открыл Сергиков, это особое состояние бесконечной радости вместо бесконечной скуки. Вот так он назвал это категорично, как утверждение, как способ жизни, чтобы человек именно, не дай бог, не променял бесконечную радость на бесконечную скуку. А после этой скуки ясное дело, что человек уже сойдет со сцены этого мира. Ибо скука символизирует, ты больше миру не нужен и мир тебе не нужен. Коль тебе скучно, иди подальше в другие измерения. Там освежишься, придешь как человек. На какую-то планету, может быть, и на эту же. Вот такие простые вещи диктует нам жизнь. Подумал Сергиков. Цвет, который мы видим перед собой каждый день, который нас увлекает и радует, и дает именно задор, задор жизни. Ну, а здесь и юмор, и счастье просто. Даже вдыхать воздух и выдыхать любое действие, будь то мысль, будь то физиологическое явление в человеке, уже освещается глубоким смыслом жизни Вселенной. А именно счастье. Счастье – это именно то состояние, которое должно быть. Это, ну, как бы сказать, новый категорический императив. Много там, что немецкая философия открыла, но вот этого почему-то в ней нет. Утверждение, которое должно дополнить все занудные поиски морально-этических основ мира, которыми занимался Эммануил Кант. Итак, его философия прекрасна, но на одних морально-этических принципах человек будет жить скучно. А вот по нашей теории, подумал Сергиков, как раз скучная, размеренная, мещанская – это все одно и то же – жизнь не принесет человеку истинного удовлетворения. Он даже не будет знать, что есть другая жизнь, жизнь счастья, жизнь вселенная. Если он счастлив, то он есть вся вселенная. Если он не счастлив, то он есть просто мозговой аппарат, который не подключен к тому неисчерпаемому источнику, который нам дарит именно галла галактики. Галла, то есть центр галактики. Центр галактики есть наш отец, информационный центр, и мать является всем тем материальным, и не только, кстати, материальным, а всеми оболочками галактики, к которой мы принадлежим. Естественно, что имеются другие галактики, другие системы, но человек должен все-таки ограничивать свою мыслительную деятельность какими-то пределами. Он не может незнаемое включать в свой обиход научный и бытовой. Так что Млечный Путь, наша галактика, и нам хватит. Вот он, путь, который наш путь. Ведь не секрет, что Веды обозначали путь. Ведать – это идти путем познания и понимания сущности мира. Как-то так просто и ясно подумал над этой темой Сергиков и сформулировал этими словами. И философствовать порой означает уходить от нефилософского состояния радости, ощущения себя здесь, сейчас и всей Вселенной. Вот этого не добавляют. Говорят только «здесь и сейчас», подразумевая, что это правильное состояние. Всегда быть здесь и сейчас. Не отклоняться на мысли о прошлом, о будущем. Хотя, может быть, оно и прекрасно, это все хорошо, но надо быть здесь. Своё внимание плацировать или помещать именно в эту реальность, где вы находитесь. Можно же улететь и даже далеко. Всё это не путь настоящего йога, придерживающегося ведических принципов. Веды, а путь, вот скажем по-немецки, век, век. Ну, это слово ясно, что санскритское, и оно недалеко ушло от русского «веды», «ведать». То есть, идёшь ты правильным путём, путём именно, а не бездорожьем, непонятно каким. У тебя возникает веды, то есть, знание, ведание. У тебя есть понимание всего, но не только понимание, это только одна сторона «у». Сторона, то есть, сторона мыслительно-материально-объективная, связанная именно с всем, что есть перед тобой. Ну, это сторона «у», и это одна сторона, а сторона «а», сторона счастья, исходная сторона. Помните эту триаду «аум»? И вот «а», любовь и счастье, его надо в первую очередь иметь. Второе «у», то есть, иметь разумное отношение ко всему, а не бросаться этими состояниями бессмысленно. И вот, сочетая любовь «а» канал с «у» каналом, то есть, осмыслением, знанием, ведами или веданием, человек приходит к равновесию. То есть, следующий, третий канал «М», он не есть как бы самостоятельный канал, он есть просто результат правильного гармоничного сочетания тех двух сторон, о которых я сказал. И наши полушария построены именно на том, что одно отвечает за «а» процессы, процессы любви, счастья, а второе полушария параллельно отвечает за «у» процессы, то есть, за процессы меры, взвешенности, ума и правильного использования своего состояния «а», то есть, с умом. Ну, как говорится, истин больших нет, потому что любой человек к этому приходит, но он именно к этому и приходит, когда он озарен равномерным сочетанием этих двух сторон «а» и «у». Тогда автоматически он находится в состоянии «М», то есть, равновесие. И это «М» есть желанный звук Вселенной. И даже мудрецы древности часто подражали мычанию коровы в своем мантральном выражении звуковом отношении к миру, чтобы перенять у животного правильное отношение к жизни. Да, вот, наконец, и пришли мы к тому, что мы учимся у наших аккумуляторных котов, наших собачек, наших домашних животных, включая, конечно, знаменитую корову, которая является священным животным в индийской философии. И вот это вот все есть премудрость поклонения перед жизнью. А не то, что человек высокомерно начинает думать «я-то ведь могу и сочинить, и написать, а корова-то не может». Пусть она эту свою вечную мантру мычит, но дальше этой мантры она не пойдет. А как не пойдет, когда в этот момент освещается самая сокровенная, непередаваемая словами. Бог никого не обделил. И как раз наделил животных более глубоким пониманием радости бытия по отношению к вечно ищущему, думающему, слишком напряженно человеку. Человек должен все время видеть баланс А и У и находиться в состоянии М. Ну и корова та же, она говорит «но с умом», то есть МУ звучит. Причем это М переливается, буква и звук фонема очень разнообразно. Здесь целая гамма М звуков, ну и, соответственно, У. То есть все-таки все к уму сводится и даже у коровы. Ей с умом надо жить, с умом питаться, хотя выглядит она просто как животное, которое не заявляет на свои права, на мышление. Но это так. Мышление коровы – это тоже мышление, освещенное именно сочетанием двух противоположных систем мироздания. А – целостной системы, системы Матери, Вселенной Матери. И У – это есть информационный центр отца, который со своей стороны питает любое существо, как и мать, на нашей планете, в нашей Вселенной. Ну и, наверное же, не будем на все Вселенные теорию распространять, мы там не были, но догадываемся, что мир имеет законы подобные и в других Вселенных. Хотя полного представления мы не можем составить, поскольку Бог любит всегда отличать Вселенные даже какими-то особыми качествами, потому что Ему важно Вселенную исследовать ее индивидуальными качествами и найти разницу с работой другой Вселенной. И вот мы, есть часть Вселенной, мы подключены к Вселенной. И не будь этого аккумуляторного кота, которого инженер Сергиков всегда выносил на балкон, на подзарядку, когда он уходил писать свои научные труды, а писал он их сначала аудиоспособом, а потом переносил на бумагу. Так вот не будь этого кота, жизнь знаменитого биоинженера была бы ограниченной и, ну, обрезанной, лишенной не только осмысления, но и чувствования, истинного чувствования, осмысления У и чувствования А. Вот, а мать у отец вместе полнота баланса двух сторон и энергии всей нашей родной галактики Млечный Путь. Без нашей родной галактики нам куда? Да, мы здесь, мы всегда с ней, и мы даже и не хотим выходить за ее пределы, потому что подозреваем, что законы других галактик могут иметь принципиально другое наполнение, ибо Бог любит разнообразие и никогда не штампует свои вселенные. Хотя какие-то основы, я думаю, вот эти А и У имеются и там, но они наполняются другим содержанием. И тогда здравствует мой аккумуляторный кот Васька, который сейчас питается солнышком Вселенной Млечный Путь. Галактика Млечный Путь вся находится в Ваське, и он принесет сегодня к вечеру своему хозяину прекрасные энергии мира, мира, жизни, любви, счастья, то, что и ищем мы, но только вот почему-то никак не можем это сформулировать, осознать, понять и использовать. А вот инженер Сергиков использует своего любимого кота как великого аку или аккумулятора, аккумулятор Вселенной, аккумулятор радости, аккумулятор счастья, аккумулятор смысла жизни. Недаром немцы слово «смысл» называют словом син, зин, зин и зоны слова близкие, и здесь как раз кроется отгадка. Что ж такое смысл жизни, смысл нашей радости и откуда она берется, а вот там, где зин и зоны близкое слово, слово «зин». Зин смысл, зона непобедимое светило, которое никто не может ну вот именно как бы убрать. Есть эти стишки про крокодила, который солнце проглотил, но на самом деле нет такого крокодила, который смог бы сделать такое кощунство. Солнце всегда с нами, поэтому всегда с нами любовь и жизнь, всегда надежда и никогда зло этот вот крокодил, проглотивший солнце, не восторжествует, потому что смотрит за нашим солнцем наш отец гала галактики Млечный Путь. Галактика собирает множество солнц, необозримое количество в единую систему, и отец держит руку на пульсе каждого солнышка, каждого. поэтому нам так хорошо и уютно в нашей вселенной. Конец рассказа. Акция.